Украина в Евросоюз, конечно, никогда не вступит. Турция пытается вступить в Евросоюз, если не ошибаюсь, с 1960 года. И пытается стать членом вот этого клуба европейских держав, как минимум. И при этом у меня ничего не получается. И, естественно, если позиция Украины по отношению к России, это была позиция младшего, но все-таки партнера, то по отношению к странам Евросоюза это позиция пыли на туфлях, где-то вот примерно так. Потому что Украина сейчас должна будет открыть свои рынки для дешевых и более качественных европейских товаров. Это убьет экономику и многие предприятия на Украине. При этом Россия в случае более плотного ассоциирования Украины с Евросоюзом, Россия должна будет защищать свои собственные рынки. Это станет дополнительной угрозой для украинской экономики. И украинскую экономику в этом случае ждет коллапс. Поэтому вот это вот заигрывание Януковича с какими-то европейскими элитами и попытка стать плохонькой, но частью Европы, она, на мой взгляд, закончится настоящим крахом, к сожалению, для Украины. И поэтому вот его недавние заявления, о которых мы буквально только что узнали, о том, что он поручил правительству Украины взять курс на нормализацию отношений с Россией, это все говорит о том, что они, судя по всему, посчитали издержки и поняли, что, возможно, эти издержки существенно перекроют выгоду. Я считаю, что абсолютно пророссийская Украина, конечно, никогда не станет, но вот это вот однозначное дрейфование в сторону ассоциирования себя с Евросоюзом, оно прекратится, потому что это путь в никуда для Украины.